Российское издание «Коммерсант» опубликовало статью «Армения и Азербайджан очертили границы отношений. Карабах остался за пределами обсуждения лидеров конфликтующих стран». В статье отмечается, что в Баку и Ереване результаты трехсторонних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана, состоявшихся в Москве 11 января, получили диаметрально противоположную оценку. В Азербайджане встречу сочли продуктивной, поскольку на ней была достигнута договоренность о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. В Армении же оппозиция обвинила пемьер-министра Николы Пашиняна в слабоволии и очередной сдаче позиций. В армянском обществе первоочередным вопросом считают возвращение пленных, но вместо этого на переговорах обсуждали экономическую повестку, на которой настаивал Азербайджан. На встрече была достигнута договоренность о создании рабочей группы во главе с вице-пемьерами трех стран, которая займется разблокировкой всех экономических и транспортных связей в регионе. Речь идет о двух основных направлениях. Во-первых, это коридор из основной части Азербайджана в Анклав, Нахчевань, который должен пройти через Сюникскую область Армении. А во-вторых, железная дорога из Еревана в ту же Сюникскую область, которая проложена через Нахчевань. Оба маршрута активно использовались в советское время, но с началом Нагорно-Карабахского конфликта прекратили существование. Из-за закрытия указанных транспортных путей в свое время пострадала и Россия. Когда в результате грузино-абханского конфликта движение поездов из России в Грузию стало невозможным, Армения потеряла самый надежный маршрут к своему основному союзнику, а Россия – соединение с железными дорогами Турции. В результате железные дороги Армении де-факто сократились до небольшого участка, связывающего Ереван и Тбилиси, а товары из России могут переводиться лишь по военно-грузинской дороге, которая регулярно закрывается из-за погодных условий. Серьезным подспорьем для Армении могло бы стать расширение экономических связей с Ираном, но и это до сих пор было невозможно, учитывая, что страны связывает лишь одна горная дорога. Таким образом, подписанный в Москве документ теоретически должен устраивать все три стороны – Азербайджану нужна дорога в Нахчеване и Турцию, России – в Турцию и Армению, а Армении – в Россию и Иран. Но де-факто триумфатором по итогам переговоров чувствовал себя только Ильхам Алиев. А вот Никол Пашинян в своей речи сконцентрировался не на достижениях, а на нерешенных вопросах. В первую очередь на нежелание Баку обсуждать статус Нагорного Карабаха, а также на судьбе военнопленных, отмечает автор статьи. Разобчарование Николы Пашиняна разделяют и другие армянские политики. Правда, они убеждены, что в провале переговоров виноват сам Пемьер, далее продолжает автор. Например, глава парламентской фракции партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян заявил, что разблокировка экономических коридоров и так упоминалась в трехстороннем соглашении от 9 ноября прошлого года, а значит, обсуждать ее дополнительно излишне. «Фактически, эта повестка продвинута нашим врагом, и она продолжает доминировать над армянской повесткой», – сказал политик. И посетовал на то, что если пункты, которые не входят в повестку, такие как уход из Кельбаджара и передача Лачинского коридора, были реализованы и по-прежнему реализуются с точностью швейцарских часов, то судьбу армянских военнопленных в Баку обсуждать отказываются. Вопрос по военнопленным не обсуждался по двум причинам. Во-первых, азербайджанская сторона объявила военнопленных преступниками и пытается превратить их судьбу в дополнительный пункт переговоров. Во-вторых, армянская сторона не нашла достаточно убедительных аргументов, чтобы объяснить неэффективность такого подхода, предположил в беседе коммерсант армянский политолог Гранд Микаэлян. Между тем, азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Мамадов, заверил коммерсант, что в Баку не всех удерживаемых армян считают военнопленными. Люди, задержанные до и во время конфликта, уже выданы, а сейчас Армения хочет вернуть 62 человека, которых азербайджанская армия разоружила под Гадрутом уже в декабре. Они заехали с Ширакской области Армении в конце ноября, уже после подписания заявления о прекращении огня и убили пятерых граждан Азербайджана. Поэтому их рассматривают отдельно, как диверсантов. Что касается статуса Нагорного Карабаха или судьбы проживающих там армян, то тут позиция Баку, по мнению Фархада Мамадова, будет еще жестче. Азербайджан будет обсуждать с Арменией исключительно межгосударственные вопросы, а Нагорно-Карабахский конфликт завершен и будущий армян Карабаха может обсуждаться разве что с международными организациями и другими посредниками, но не с Ереваном, уверен он. Не сумев похвастаться другими достижениями в переговорах, Никол Пашинян остановился на перспективах развития экономических связей. На его взгляд, они могут серьезно изменить экономический облик региона и серьезно повысить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность. Субтитры создавал DimaTorzok